Праздник Пурим Праздник Пурим Праздник Пурим Праздник Пурим против Израиля. Почему? Потому что он знает, что однажды Мессия должен прийти в Иерусалим, в Израиль. И он будет делать все возможное, чтобы Израиля не было. Поэтому мы как церковь, мы заступаемся за Израиль в молитве. Мы молились сегодня, благословляли их, благословляли их землю и благословляли, конечно же, церковь. Пурим – это не только веселый праздник. Он напоминает, что на каждом лежит ответственность. Каждый должен сыграть ту роль, которую Бог написал специально для него. А в этом, безусловно, поможет молитва. Служители молились за возвращение евреев в Израиль, за развитие иудейско-христианского диалога и увлечение молитвенных служений в России. Я считаю, что это большая привилегия молиться за Израиль, потому что это наша ответственность участвовать в планах Божьих. Израиль, он остается, он остается Божьим народом. И мы, как привитая маслина, должны молиться за его народ. И вот уже почти что 10 лет, как мы участвуем, церковь Благая Весть участвует в межцерковных молитвах за Израиль. И это способствует единству церкви, и также это способствует тому, что антисемитизм, он прекращает свое действие в церквях. Поэтому я считаю, что это очень важная молитва. И слава Богу, что сердце нашего пастора вместе с еврейским народом, и мы участвуем в этом служении. Так важно для нас, для церквей, молиться за этот народ, молиться за эту страну, высвобождая волю Божью в их жизнь. И кроме того, есть еще вторая цель, которая достигается этим служением, межцерковным молитвенным служением за Израиль. Происходит объединение, единение, консолидация церквей разных динаминаций. И это, не знаю, что более ценно, но это весьма важно, ценно, драгоценно для Господа и важно для христианского мира вообще.